В листе прошла очередная сессия Народного хурала. В рамках 28-й сессии парламентарии рассмотрели ряд законопроектов и постановлений по кадровым перестановкам. О том, как прошло заседание депутатского корпуса в нашем следующем сюжете. В работе 28-й сессии приняли участие 26 депутатов, а в повестку пленарного заседания было вынесено порядка 28 вопросов, касающиеся в основном республиканского бюджета, предпринимательства и экономической политики региона. Перед принятием повестки дня и обсуждением намеченных тем на суд парламентария был выдвинут вопрос о единовременном пособии в размере 1 миллиона рублей семьям военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на Украине. Независимо от того, заключали они контракт о прохождении военной службы в Российской Федерации или непосредственно через ДНР и ЛНР. Более того, предлагаю по согласованию с командами частей, где погибли и ранены наши земляки, представлять их наградам Республики Калмыкии, в том числе и званию Героя Калмыкии. А хочу обратиться, и я думаю, что это будет правильно, и к Крестинскому городскому собранию, районным муниципальным собраниям, сельским муниципальным образованием, чтобы они не дожидались, а там, где погибли на их территории, значит, есть погибшие, чтобы они выходили с ходатайством, прислали к улицам, школам, значит, устанавливали библиальные доски, значит, тем погибшим, солдатам, офицерам, и в том числе и добровольцам, которые были, значит, участвовали в специальной операции. Ну а далее депутаты приступили к обсуждению вопроса повестки дня. В частности, парламентария поддержали проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, который представил первый заместитель председателя правительства Калмыкии, министр финансов Ачиршо Бучеев. По его словам, несмотря на непростые экономические условия ввиду пандемии коронавируса, положительная динамика поступления собственных доходов, сохранявшейся в республике на протяжении ряда последних лет, в отчетном году была достигнута. Как было отмечено, общий объем дохода республиканского бюджета составил более 20 миллиардов рублей, в то время как расходы были исполнены на 95,8% и составили свыше 22 миллиардов рублей при годовых бюджетных назначениях 23 миллиарда. Заявленные средства были распределены на социальную сферу, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство, а также на реализацию 21 государственной программы региона. Всполнение бюджета осуществлялось на фоне распространения пандемии в прошлом году, но, несмотря на это, удалось достичь положительной динамики поступления по налогам и налоговым доходам. Прирост составил, если процентное выражение 31%, а если в абсолютном выражении 2 миллиарда 43 миллиона рублей. И в целом объем собранных налогов и налоговых доходов составил 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Из этой суммы 8,5 миллиарда это налоговые доходы. Из налоговых доходов, налог на прибыль в прошлом году объем поступления составил 2 миллиарда 862 миллиона рублей. Если сравнивать с 2020 годом, то прирост 29,3% или 650 миллионов рублей. Но увеличение обусловлено это улучшением финансово-экономических показателей в 2021 по сравнению с 2020 годом. Соответственно, это отразилось на росте налоговой базы. Особое внимание было уделено новым мерам поддержки IT-сферы. Принимая во внимание ключевое значение данного направления для обеспечения устойчивого функционирования системы государственного управления и секторов экономики, депутаты Народного хурала приняли законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыки в сфере налогообложения. Так, законодательно будут закреплены налоговые преференции для компаний IT-сферы Республики в виде снижения налоговой ставки на имущество организации в размере 1,1%. Также продлены сроки предоставления налоговых преференций для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории региона в период с 2020 по 2023 год. Все эти меры позволят IT-компании, операторам связи, сохранить свои оборотные средства, которые планируются направить на поддержание работоспособности их оборудования, на обеспечение устойчивости сетей связи и доступа к сети интернет. Помимо этого, в рамках прошедшей сессии депутаты единогласно утвердили проект закона о внесении изменений в закон Республики Калмыки о республиканском бюджете на 2022 год и на пановый период 2023 и 2024 годов. Как следует из доклада, внесение изменений предиктовано необходимостью реализации первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики Республики в условиях внешнего санкционного давления, а также дополнительное выделение безвозмездных поступлений из федерального бюджета, составивших около 2 миллиардов рублей. Также законопроектно сформирован финансовый резерв на реализацию мероприятий по обеспечению поддержки и развития экономики Республики Калмыки в условиях внешнего санкционного давления в сумме 96 миллионов рублей. Мы имеем возможность сейчас внести изменения, имеем возможность заменить получение кредита коммерческого на кредит бюджетный. Это другой процент 0,1, другая сумма обслуживания этого кредита, это обличление для республиканского бюджета, это правильные предложения. Ну и вообще та реальная сумма поправок, которую мы 2 миллиарда с лишним вносим, она очень точечная, очень конкретная, взвешенная. И думаю, что здесь депутаты поступили правильно, что приняли такое решение. По итогам обсуждений депутаты выработали ряд рекомендаций для органов исполнительной власти и местного самоуправления. Джигала Хичева, Анатолий Коженбаев, Ачирил Бушаев, информационная программа «День республики».